Почему Китай хочет, чтобы 23 ракеты врезались в астероид Бенну? Где самые маленькие горы во Вселенной? Обнаружены новые планеты-сироты? Обо всем этом и многом другом мы поговорим прямо сейчас в 85-м выпуске Астрообзора. Я Андрей, и вы на канале Космос Просто. Люблю горы. Они поражают своим эпичным видом и размахом. Чувствуешь себя песчинкой рядом с этими великанами. А хотите, наоборот, почувствовать себя великаном рядом с горами? Вообще, я немного о другом. Тогда вам нужно отправиться на нейтронную звезду и постоять рядом с горой на этом звездном остатке. Вообще, конечно, этого лучше не делать, ибо вас там размажут по поверхности, да и даже на подлете вам мало не покажется, но... Погодите. Я сказал горы на нейтронных звездах? Именно так. Вероятно, там есть то, что в литературе действительно могут называть горами. Правда, масштаб этих гор совсем другой. Вообще, если вы хоть что-то знаете о нейтронных звездах, это утверждение может показаться вам странным, ведь это одни из самых плотных объектов во Вселенной. При массе, превышающей массу Солнца, все вещество сосредоточено в объекте с радиусом в районе 10 километров. Ну, может, немного больше. Все, наверное, уже сто раз слышали примеры про массу одной чайной ложки вещества нейтронной звезды. Так что для разнообразия пусть будет другой пример. Это все равно, что взять все население Земли и затолкать в наперсток. Ну, да ладно. Главное, что такой массивный и при этом компактный объект будет еще, грубо говоря, очень прочным и хорошо противостоять деформации. Поэтому нейтронные звезды еще и считаются одними из наиболее близких к идеальному шару объектов во Вселенной. И все же они тоже не идеальны. Многие нейтронные звезды очень быстро вращаются вокруг оси. Мелисекундные пульсары могут совершать сотни оборотов в секунду. При такой скорости вращения даже столь плотные объекты, как нейтронные звезды, пусть и немного, но деформируются. И, подобно тому, как наша Земля сплюснута у полюсов из-за вращения вокруг оси, это происходит и с нейтронными звездами. Правда, опять же, сплюснутость эта может быть микроскопической. Но кроме эллиптичности, на поверхности нейтронных звезд могут быть и локальные неровности. Их-то и называют горами. Это, конечно, совсем не те горы, к которым мы привыкли, но в условиях почти идеальных нейтронных звезд это и есть своеобразный рельеф. А слово «горы» используют и в научных статьях в отношении этих неровностей. Да, сразу стоит сказать, что, естественно, мы не можем пока увидеть их напрямую. Только по косвенным данным и в теоретических моделях. В 62-м астрообзоре я как раз рассказывал, как удалось по косвенным данным измерить асимметрию нейтронной звезды. Итак, как эти горы могут появляться? Я нашел заметку о горах на нейтронных звездах на сайте детектора гравитационных волн LIGO. И там в качестве возможных механизмов приводят несколько вариантов. Неровности могут остаться или как бы впечататься в корку нейтронной звезды в момент, когда звезда-прародитель вспыхивает сверхновой. Еще эти горы могут появиться позже, например, из вещества, которое падает на поверхность нейтронной звезды. А еще их могут формировать и поддерживать мощнейшие магнитные поля. В любом случае, учитывая мощнейшую поверхностную гравитацию, эти неровности максимально сглаживаются. И даже самые высокие горы для нас такими, конечно, назвать будет сложно. В той же статье, откуда я взял примеры механизмов формирования, говорится, что, скажем так, для обычных нейтронных звезд они могут достигать высоты в 10 сантиметров. Это все равно, что если бы на Земле высочайшая гора была высотой 50 метров, а все, что выше, не могло бы уже устоять и разрушалось бы. Но вот авторы этой статьи утверждают, что на самом деле горы на нейтронных звездах могут быть намного меньше. Кстати, а что это нам вообще дает? И можно ли это как-то проверить? Не случайно я нашел информацию об этих горах именно на сайте детектора гравитационных волн LIGO. Гравитационные волны, своеобразная рябь, которая распространяется в самом пространстве времени, на сегодняшний день были зарегистрированы только от мощных событий, вроде слияния черных дыр звездной массы или двух нейтронных звезд. И вот недавно еще появились первые события-кандидаты на слияние черной дыры и нейтронной звезды. Эти события настолько катастрофические, что по пространству времени от них распространяются гравитационные волны, которые современные детекторы уже способны зарегистрировать. Но еще ученые считают, что, учитывая свойства нейтронных звезд, из-за наличия небольшой асимметричной деформации, вращаясь, одиночные нейтронные звезды тоже могут производить гравитационные волны. На этой иллюстрации, конечно, сплюснутости и гора сильно преувеличены, но суть понятна. До сих пор такие гравитационные волны от одиночных нейтронных звезд зафиксированы не были. Но попытки были. И то, что их пока не удалось обнаружить, по крайней мере позволяет наложить ограничения на максимальный размер этих неровностей. То есть, что эти горы не могут быть больше определенного размера, иначе их могли бы уже зафиксировать. Но в новой статье были построены более реалистичные модели нейтронных звезд, в том числе с учетом релятивистской гравитации. И по результатам этого исследования эти горы не могут быть выше, чем доли миллиметра. Так что поверхность нейтронных звезд может быть еще ближе к идеальной сфере, чем считалось ранее. Так что, если вам нужны наиболее идеальные гладкие шары, это к нейтронным звездам. Вообще, то, насколько нейтронные звезды несимметричны, еще интересно изучать, потому что, как я уже сказал, от этого зависит излучение ими гравитационных волн. А через это они постепенно теряют энергию, и, соответственно, замедляют вращение. А это мы уже можем зафиксировать напрямую. Ну и в целом это расширяет понимание нейтронных звезд как таковых. Подборку давайте начнем с хорошей новости. Недавно я рассказывал о проблемах телескопа Хаббл с компьютером, и что его пока вывели из строя. Так вот, телескоп вновь работает. И уже даже произвел первое наблюдение. Вот, собственно, и они. Про первых суборбитальных туристов, ну и самих основателей компании Virgin Galactic и Blue Origin можно, наверное, и не говорить. Об этом и так отовсюду говорили. Но если пропустили, можно посмотреть целиком записи запусков на канале Альфа Центавра. Я сам у них смотрел трансляцию Blue Origin в прямом эфире. В прошлом астрообзоре я рассказывал о гигантской комете Бернардинелли Бернштейна, которая в поперечнике может достигать 200 километров. Так вот, теперь у нее впервые была обнаружена активность. Комета в центре снимка, и мы видим, что ее окружает кома. Еще одна история, которая является продолжением того, о чем я раньше рассказывал, да и не раз, касается Марса. А именно аппарата InSight. Мы следили за его успехами и неудачами. И проблемы с буром инструмента HP3, и успешная регистрация первых марсотрясений. Тем временем аппарат зафиксировал уже 733 марсотрясения магнитудой от 3 до 4 баллов. И эти измерения позволили сделать то, зачем InSight на Марс и отправляли. Измерить глубину его слоев и узнать внутреннюю структуру планеты. Об этом вышло сразу три отдельные статьи по каждому слою. По коре, по мантии и ядру. Согласно актуальным данным, толщина коры Марса составляет от 20 до 37 километров. И она может состоять из двух или трех отдельных слоев. Далее толщина мантии 1560 километров. И в самом центре удивительно крупное ядро с радиусом в 1830 километров. Причем ядро, судя по всему, жидкое. Вообще я подробно рассказывал о том, как мы с помощью землетрясений узнали внутреннюю структуру нашей планеты. А тут современному аппарату удалось узнать структуру Марса буквально за два года. Высокоточный сейсмометр регистрирует Марсотрясение и их эхо, когда волны отражаются и преломляются от различных слоев планеты. И это первый подобный релиз данных. Дальше будет еще больше. А еще тут подъехали новые изображения от телескопа горизонта событий. Того самого интерферометра, который получил изображение тени черной дыры. На этот раз только изображение джета сверхмассивной черной дыры теперь в галактике Центавр-А. Высокое разрешение телескопа горизонта событий позволяет разглядеть недоступные ранние детали и лучше понять процесс формирования джетов сверхмассивных черных дыр. Ну и раз уж мы заговорили о наблюдениях в радиодиапазоне, тут была опубликована еще одна крутота. На этот раз от радиоинтерферометра АУМА. Вот изображение молодой звезды PDS-70 и протопланетного диска вокруг нее. А еще вот тут мы видим формирующуюся планету. Но что еще круче, судя по всему, здесь видно околопланетный диск, в котором, в свою очередь, уже могут формироваться экзолуны. Ранее намеки на такие околопланетные диски у экзопланет уже были, но никогда они не регистрировались так явно. Ну и наверняка многие из вас следят за новым модулем МКС-наука, который после многократных переносов наконец запустили. На момент, когда мы этот ролик снимаем, стыковки с МКС еще не произошло. Там какая-то эпопея с двигателями, вроде как на данный момент уже было несколько включений, и орбиту подняли. В общем, пока следим. Часто новости по теме выходят на сайте Nplus1, так что можете мониторить там, ссылку оставлю в описании. Ну, все же согласны, что столкновение крупного астероида с Землей — это не очень прикольно. Да? Ну, по крайней мере, наверное, большинство так думает. Хотя, наверное, тоже большинство уже никак не реагирует на новости об очередном астероиде, который несется к Земле, и уж на этот раз точно с ней столкнется. Тут СМИ действуют прям как мальчик, который кричал волк. И тем не менее, все эти сообщения, как правило, раздуты истории ради инфоповода. И в итоге оказывается, что шанс на столкновение, скажем, 1 к 11 миллионам, как в одной истории, о которой я уже рассказывал. Это, конечно, не значит, что угрозы нет совсем. Считается, что раз в несколько тысяч лет на Землю может упасть объект диаметром в сотню-другую метров. И это уже может нанести немалый урон, хоть и локальный. А вот раз в несколько миллионов лет могут случаться столкновения, имеющие глобальные последствия. И такая катастрофа несла бы уже угрозу нашей цивилизации. Есть и список потенциально опасных околоземных объектов. И хоть по некоторым оценкам маловероятно, что крупный объект столкнется с Землей в ближайшие несколько сотен лет, маловероятно это не значит, что вероятности нет совсем. Плюс и объекты мы еще не все открыли. И орбиты известных объектов рассчитаны только с определенной степенью точности. Да иногда что-то на эти орбиты может повлиять. В общем, поскольку шанс все же есть, лучше быть готовым. Сейчас разрабатываются некоторые методы по борьбе с такой угрозой из космоса. Что вообще можно сделать, если мы узнаем, что на нас несется глыба из космоса? Но не факт, что хорошая идея попытаться глыбу взорвать, как в фильме Армагеддон. Ведь астероид может расколоться на меньшие фрагменты, которые все равно попадают на Землю. Наверное, один из самых практичных и реалистичных вариантов это просто попытаться изменить траекторию астероида. Чтобы он просто промахнулся. Тут, конечно, для этого нужно время, есть нюансы, но этот метод сейчас разрабатывается. Уже в этом году планируется запуск аппарата DART, первого аппарата двойной миссии AIDA. По плану аппарат DART отправится в систему двойного астероида DD, врежется в меньшие из двух астероидов, а второй аппарат GERA будет производить наблюдение после столкновения и изучать, насколько траектория изменилась. Конечно, чтобы заметно изменить траекторию массивного астероида, нужно ударить по нему сильно. И для этого нужен импактор достаточной массы, тело, которое будет врезаться в астероид. И вот тут у нас возникают некоторые проблемы. На сегодняшний день у нас есть определенный набор ракет-носителей и, естественно, есть ограничения по массе, которую они могут вывести в космос. То есть, если вдруг нам будет угрожать массивный астероид, может оказаться так, что современными методами будет сложно изменить его траекторию. Вот эту проблему и затронули китайские ученые в исследовании, которое недавно вышло в журнале ICARUS. В качестве одного из примеров потенциально опасного астероида в статье берется известный астероид Бенну. Я много раз говорил об этом астероиде, потому что еще недавно его детально изучал аппарат OSIRIS-REX. Он взял образцы с его поверхности и теперь должен доставить их на Землю к 2023 году. Диаметр Бенну около 500 метров и столкновение с Землей было бы достаточно катастрофическим. По некоторым оценкам, это было бы сравнимо со взрывом мощностью в 1200 мегатонн. Это примерно в 80 тысяч раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму. Опять же, всей цивилизации от такого столкновения конец не настанет, скорее всего. Но мало не покажется. Бенну входит в список потенциально опасных объектов. И считается, что наиболее высокие шансы на столкновение между 2175 и 2199 годами. Я встречал разные оценки, где-то пишут о максимальной вероятности в 1 к 11 тысячам, где-то в 1 к 4 тысячам, а где-то даже в 1 к 2700. Вроде шанс не очень большой, но, опять же, смотря с чем сравнивать. Такую здоровую каменюку, как Бенну, одним аппаратом толком с места не сдвинешь. Поэтому тут пришлось бы запускать их в большом количестве. Если брать проект NASA Hammer, то симуляции показывают, что чтобы сместить траекторию Бенну на 1,4 земных радиуса, потребовалось бы по крайней мере 17 запусков на ракетах Delta IV Heavy при запасе по времени в 25 лет. А если запас всего 10 лет, то понадобилось бы аж 75 таких запусков. Или 79 запусков китайской ракеты Chang'e-5. А такое большое количество необходимых запусков повышает риски провала миссии. Так вот, китайские исследователи предложили интересную идею. В этой статье они предлагают концепцию Assembled Kinetic Impactor, коротко AKI. Суть идеи в том, что не просто, как обычно, запускать аппарат к астероиду, а еще не отцеплять от самого импактора последнюю ступень ракеты-носителя. Таким образом, суммарная масса тела, которая будет врезаться в астероид, существенно возрастет, и это повысит эффективность запусков. И по расчетам авторов статьи, если брать китайскую ракету Chang'e-5, при 10-летнем запасе по времени, новый подход AKI позволит снизить необходимое количество запусков с 79 до всего 23. И это сильно удешевляет операцию, а также делает ее намного более надежной. Круто. Хотя, конечно, лучше бы нам вообще не пришлось отводить от Земли астероиды. Но с космосом никогда не говори никогда. А как вам такое? Новое открытие было сделано с помощью уже не работающего телескопа. Причем найдено было не то, для чего изначально телескоп был предназначен и не тем методом, который лежит в основе его работы. Бррр. Ну а если конкретно, я говорю о телескопе Кеплер, который уже с 2018 года не работает. Как многим из вас известно, он искал планеты транзитным методом, то есть измерял яркость звезд и по периодическим падениям яркости, когда перед звездами проходят планеты, собственно, и обнаруживал экзопланеты. Значительная часть известных сегодня экзопланет была открыта именно с помощью телескопа Кеплер. Но теперь с помощью архивных данных были обнаружены планеты-сироты. Напомню, что планеты-сироты — это планеты без звезд. Объекты по массе сравнимые с планетами, но не обращающиеся вокруг родительских звезд и самостоятельно и свободно путешествующие по галактике. Такие объекты раньше могли быть обычными планетами, сформировавшимися в системах, подобных нашей Солнечной. А затем они могли быть выброшены из своей системы, например, в результате взаимодействия с более массивными планетами. Но еще некоторые из них могли сформироваться самостоятельно, подобно звездам. Вообще, тема планет-сирот меня всегда привлекала, только представьте себе, скажем, землеподобную планету, на которой царит вечная ночь. Мир без Солнца. Но как же Кеплер, который находил планеты, именно находящиеся на орбитах звезд, обнаружил планеты-сироты без звезд? Как я уже сказал, тут все было наоборот. Вместо обнаружения планеты по падению яркости, тут было обнаружение по увеличению яркости звезды. Короче говоря, вместо транзитного метода, для которого Кеплер был предназначен, был использован метод гравитационного микролинзирования. Мы знаем, что масса как бы искажает пространство-время. И когда свет проходит через эту область пространства-времени, он тоже следует траекториям, искаженным массой. Массивные объекты действуют как линза, позволяя увидеть иначе недоступный для наблюдения более далекий объект, или искажая, или даже размножая его изображение. Этот эффект хорошо виден на масштабах галактик и скоплений галактик. Как вот на этих фотографиях мы видим причудливые формы далеких галактик, и они растянуты, деформированы, находящимися ближе к нам скоплениями галактик. Гравитационное микролинзирование, как можно догадаться из названия, действует на меньших масштабах. Вот тут в центре у нас звезда, которая находится ближе к нам. И вокруг нее обозначен регион пространства, искаженного массой звезды. Тут, конечно, все утрировано для наглядности. Вид у нас центрирован по ближайшей звезде. А вот более далекая звезда с планетой как бы движется. И вот когда более далекая звезда попадает в эту область, для наблюдателя на Земле ее яркость возрастает из-за гравитационной линзы. Вот тут снизу показана кривая блеска звезды. Но если мы еще приглядимся, на кривой блеска мы увидим еще один дополнительный маленький пик. Этот скачок яркости вызван вторым меньшим объектом — планетой. То есть это еще и один способ открытия экзопланет. Вот еще одна подобная анимация, которая показывает, как это работает. Если для транзитного метода необходимо наличие звезды, вокруг которой планета обращается, то вот с помощью микролинзирования можно открывать не только планеты, находящиеся на орбитах звезд, но и планеты-сироты или другие субзвездные объекты, вроде коричневых или бурых карликов. Поскольку Кеплер измерял изменения яркости объектов, в принципе, он способен был увидеть и события микролинзирования, хоть изначально и был спроектирован для другого. Ну и ученые изучали архивные данные, собранные телескопом Кеплер в 2016 году в рамках миссии K2. А именно во время двухмесячной кампании, когда Кеплер наблюдал каждые полчаса звездные поля в направлении центра галактики. Вообще, столь населенной области сложно вытащить такие слабые сигналы, как в случае с микролинзированием планет. Но, тем не менее, ученым это удалось. И они обнаружили сигналы микролинзирования от планет, но без сопутствующих сигналов от звезд. И что интересно, четыре новых обнаруженных сигнала соответствуют планетам по массе, сравнимым с Землей. Так что, возможно, в направлении центра галактики существует целое население землеподобных планет, но без звезд. Было бы очень интересно узнать что-то об условиях на них. Но пока... эх. Друзья, спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, какая тема вам показалась сегодня наиболее интересной. Ну, если вам понравилось это видео, вы знаете, как меня можно поддержать. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, чтобы это видео активнее рекомендовалось Ютубом и его увидело больше людей. И, конечно, спасибо всем, кто поддерживает меня на Патреоне, на Ютубе и всеми другими способами. Пока! Идеальные гладкие шары Это никто... Так что если... Гладкие шары... Ах... Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...